Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Здоровье – это очень важная составляющая нашей жизни. И сегодня я приглашаю вас прогуляться со мной по зимнему Воронцовскому парку. В конце этой прогулки вы узнаете, почему мой сын никогда не болеет. Мне уже ждут. И они уже на поднятую руку реагируют. Это мы проходим мимо волейбольной площадки, которая здесь существует столько лет, сколько мы здесь живем. То есть уже больше 30. И смотрите, постоянно здесь происходят игры волейбола. Ну, зимой и летом. И очень приятно, что люди все-таки этим занимаются. Такая традиция сохраняется. Ну, вот здесь у нас каток даже есть в парке. И катаются на нем. Чего, погода как раз позволяет. Все красиво, все хорошо. Домик этот покрыт, ну, вот таким специальным материалом, да, на котором нарисовано, что он красивый. Ну, на самом деле... Современные потенческие деревья. Еще пока. Вот. И вот там вдали видно настоящая, действительно, это бывшая усадьба Воронцовых. Вот. Ну, снаружи ее более-менее отреставрировали, а внутри ничего хорошего нет. Да, смотрите, какая у нас тут даже оригинальная снежная баба. Я ее вообще... Какая-то сеть, что ли, рву. Птички тут. Синички. Их, наверное, не очень видно, потому что тут кормушечка для них есть. А зато слышно, как она там тенькает. Ой, вот она, вот она. Вот попробуем этим. Ой, шкакала. Так, зимние забавы семейные. Здорово. Ну, вот мы добрались до французских прудов. Тут целый каскад был раньше. Ах, когда это было еще и менее. Вот, и сейчас я вам покажу. Смотрите, здесь даже кафе такие имеются. Прям как на настоящей ривьере. Там народу что-то сидит полно-полно. Кафе маленькое, но заполненное. В воскресенье все гуляют. Вот вам, наверное, видно, да? Сквозь стекло. На нашем новом телефоне. Даже это можно посмотреть. Вот, ну и сейчас идем. Вот тут уже начинает виднеться. Это для площадка для моржи. Для моржевания. И вот, обнаружилось. Так вот я почему хочу к ней прийти и вам показать. Здесь вот такие вот... Ну, я даже не знаю, как их назвать. Наверное, тренажеры можно назвать для занятий. И прорубь. Вот, и много лет здесь идем не было. Куда-то не разрешали купаться. Они считались, как язвы. А сейчас вот, очень приятно сказать, нужно этот процесс делать для меня купания. Вот она, вот она, это прорубь. И смотрите, там птицы пьют. Во, голуби купаться не хотят. Просто пьют водичку с удовольствием. Вот. Так для меня, конечно, это очень памятное вообще место. Потому что первую зиму жизни моего сына я с большим впечатлением и энтузиазмом полоскала его вот здесь, в этой проруби. Сама, конечно, Ни-Ни стояла на берегу. Правда, босиком на снегу. И вот сына полоскала. И, знаете, пусть он сам скажет, живет, не болеет. В детстве даже маму ругал, что все болеют, а он нет. Почему так получается? Ну скажи. Ругал, был такой. Ну вот. Так что... Болеть тебя не получается. Закаливание – это дело полезное. Ну вот, пожалуй, мы сегодня закончим наш репортаж о Воронцовском парке в городе Москве. Вот. И ждите от нас новых рассказов о чем-нибудь еще интересном. Конечно, подписывайтесь на наш канал. Пишите нам, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели от нас услышать. Можно даже крупно хоть. Ставьте лайки и ждем ваших комментариев. Всем пока!